Всем привет! Вы на канале ДНЛайф. Меня зовут Вадим и сегодня поговорим о ситуации, связанную с такси. Это то, как очередную нашу девушку-украинку обманули на вокзале таксисты. Сразу скажу, эта ситуация не какая-то там новая, что это впервые произошло. Что ты хочешь? Просто вот как-то последней вот ситуации придали огласку. Плюс я об этом давно уже хотел записать видео на тему того, как отличить этих у... В общем, как это происходит, как на это не попасться и, в общем, ответить на самые важные популярные вопросы. Коротко об этой ситуации. Максимально глупо, конечно. В общем, начнем сходу с того, что нельзя никогда пользоваться бордюром. То есть от постоя такси, от какие-то бомбилы на вокзале стоят, еще что-то. Нельзя, никогда, ни в какой стране. Есть Uber, Bolt, Freenau, там в Америке, в Канаде, Lyft, Opti, разные службы. И вы там стопудово доедете за нормальные деньги в 99% случаев. Но вот такой ситуации, как произошла с девушкой, у вас не произойдет. В общем, она вышла с вокзала, тоже с центральной. Там каким-то образом стоял вот это ч**, видео с его лицом и с его машиной. У меня в любом телеграм-чате. Заходите, посмотрите, публиковать, к сожалению, не могу, потому что будет страйк. В Польше запрещено это все публиковать. А в общем, в телеграм-чате. Поэтому, если вам эта ситуация, это интересно, как выглядит лицо, не обремененное культурой, вежливость. Ну и в принципе такое, милости прошу, заходите, смотрите. В общем, она вышла с вокзала, она пошла сразу к постой такси. Почему не вызвала Uber? Не додумалась, плюс сумка тяжелая. Хотя центр города, дворжец центральный. Она пошла к постой. На том постое может стоять только ай-такси. Вместо того, чтобы заказать ай-такси через приложуху, она выбрала того самого таксиста, который непонятно как там стоял. В теории там может стоять только ай-такси. И поехала. Он изначально назвал ей цифру в 20 злотых примерно. Они поехали. Он спросил, откуда Украина. Я так понимаю, это довольно лакомый кусочек. Они доезжают до места там. По ее словам, 3 километра. Ну давайте так. Куда бы ни поехали в Варшаве, 300 злотых быть никак не может. То есть, с центра там даже в марке, зомбке, в яблонную, ну это, ну даже по самому жесткому тарифу, даже если взять ай-такси, то это будет там до сотки. Но не 300, тем более рядышком. И когда она начала говорить о том, что типа приехали, сколько там, он называет цифру в 300 злотых. Такой цифры быть не может. Она попыталась с ним начать общаться и уже в процессе поняла, что дверь в машину заблокирована. Что в этой удюхе, что там Ситроен есть на другом вокзале. У них машины, в общем, сделаны, подстроены специально на таких людей. Они понимают, на что они идут, на что рассчитывают. И двери блокируются. Просто так, ну мало в какой машине это работает. То есть, что в Тойотах, ты никак не заблокируешь просто так человеком внутри. Что у меня в Мерседесе, что Киа. Нету такой возможности. То есть, это все сделано продуманно и осознанно, рассчитывая, в общем, на лоха. И лохи есть, к сожалению. Она начинает кричать, она начинает что-то, он в ответку на нее давит. Она пытается выйти, ну как бы достучаться до людей снаружи. Не особо получается, потому что оживленка с ее слов. И она, он начинает там фразами бросаться в стиле. Мы вам помогаем, и типа, вы не цените. И так, то курва вам помогает, что-то не... Что не ценим? То есть, если вы помогаете, то в ответочку вы имеете право обманывать людей нагло. В общем, он говорит, все, мы едем в полицию. Она в истерику, правильно поступила в этой ситуации. И он понимает, что ничего с этого не добьется. Он ее высаживает и уезжает. Ей повезло. Если вы думаете, что вот это происходит только с украинцами и белорусами, то вы ошибаетесь. То местное... Там, что там, что на Двожесть Гданский. Я не говорю про всех. Я говорю вот про отборных таких, с которыми были ситуации. Они не щадят никого. Ни иностранцы, ни своих поляков. Я приложу видео, где одну польку просто они начали пидорить. Просто за то, что она там хотела что-то по цене договориться. Не вышло. В итоге там ее толкнули. Вот это чудовище, ебаная немецкая, которая отпиздила нашего чувака. Блядь, оно только женщину уебало. Вот этот чувак, нахуй, это мерси нашего таксиста. Ты башал, руку ему сомал. Это какие-то связные тимаи. Да, я уже совершал. Да, я уже совершал. Такие ситуации там регулярно. Не могу я все, что хочу сказать. Короче, сейчас расскажу, почему же все-таки он ее высадил. Почему он не потребовал деньги, почему он не отвез в участок. Или там не вызвал к себе полицию. По факту он это все мог бы сделать. И есть такие гении, которые все сделали таким образом, что можно требовать бешеные деньги. И по факту тебе из-за этого ничего не будет. Он даже выдаст чеки. Даже если пойдете в суд, вы ничего не сможете доказать. Потому что есть лазейки. Почему конкретно этот высадил женщину и просто уехал? Потому что он назвал слишком невменяемую цифру. Если бы он попытался договориться на 100 злотых, у него все получилось бы. Объясню, почему вот эта тарификация, которая висит сбоку на окне у всех таксистов, почему она не актуальна. Потому что в кассе фискальной есть такой пункт, типа цена договорная. И вот на сколько договоритесь, за столько и повезете. Но опять-таки, когда цифра сильно невменяемая, простой таксист не может так сделать, и он понял, что у него не получится. Плюс это увез девушку, которая была заплаканная, упала на истерику. Это вообще четко работает, тем более в Варшаве, где регулярные изнасилования. Вот сейчас не об этом. Цифру он назвал сильно невменяемую, и полиция не стала бы на его сторону. Скорее всего, не пошла бы. Но, если бы это была не оклеенная машина, если бы это была не лицензия или выпуск лицензии такси, а если бы это был пшевузосов, если бы машина была не ознакована наклейками, гербом, если бы не было шашки такси, и она, кстати, не имела права стоять на постое такси, вот там вообще беда. Вот в таком случае, вот такая машина, если бы в нее вляпались, там, кстати, и сбоку, внутри должна быть наклеечка с ценой. Там может быть и 90, и 100 злотых за километр. Посадка 200, изи. И такие люди уже были, которые садятся в такую машину. И вот если вам выбьют вот этот чек, вы даже через суд ничего не докажете. Потому что это будет считаться как частная перевозка. И там уже цены могут быть абсолютно любые. Они не следуют никаким регламентам. Вот они захотели, пассажир сел, он прочитал, он согласился, он уже обязан заплатить по чеку. С этим ничего не сделать. Но опять-таки, есть один такой моментик интересный. Нередко эти, я извиняюсь, таксисты, бомбилы, стоят там, где нельзя стоять. И они на всякий случай одевают шашку такси. То есть у них нету оклейки, у них нету ничего, кроме вот этой шашки. И в принципе, если, ну опять-таки, если человек это знает, он никогда не сидит в машину, но все-таки, если начать качать о том, что, а какого хрена у тебя шашка такси, а нету бочного, либо там, например, цены не совпадают. Потому что да, были такие случаи, когда машина просто с шашкой такси, без бочного, без ничего, и такую цену выставляют. И если вот правильно начать качать, если правильно начать говорить, если снять момент посадки, о том, когда вам, образно, как с этой девушкой, когда он назвал цену в 20 злотых, и сказать, а у меня есть запись, там, где ты говоришь о том, что 20 злотых вместо 200, 300, 400, то тогда можно полиции качать, и тогда уже полиция будет на вашей стороне. Но для этого нужно, по факту, заведомо идти вот к такому бомбиле. Давайте назовем в данном выпуске бомбиле, это очень плохое слово. Заведомо нужно идти вот к такому бомбиле, причем самое обидное, что они стоят везде. Я такие машины видел на всех самых жирных постоях. То есть это центральный вокзал, заходня, там, где наших сильно много, это старувка, это Новый Швят, там есть места, где стоят нормальные машины, и вот стоят вот эти вот бомбилы. Поэтому, как ни парадоксально, если вы хотите, чтобы вас не обманули, чтобы у вас все было нормально, заказывайте Uber, Bolt, Freenow, даже iTaxi. Заказывайте именно через приложение, не пользуйтесь вот этими вот постоевщиками. Это, ну, люди, которые не хотят работать, но которые считают, что проехав 50 километров в день, короче, за 6 рабочих часов, они достойны того, чтобы получить, там, 500-600 злотых себе в карман. Если вы думаете, что, о, они же там налогов платят намного больше, чем тот же Uber, Bolt, это все вообще максимальная бабуйня, потому что Uber платит тоже там свой ватт, по-моему, они сейчас вернулись на 23%, плюс партнер платит 8%, плюс, ну, мы, как иностранцы, платим еще и ЗУЗ. Давайте так скажу, те, кто ждут карту, те платят 2 200 минимум в месяц. Поэтому мы налогов приносим побольше, чем те, кто там работают. Они, скорее всего, работают по упрощенной программе. Это бывшие полицейские, бывшие военные, просто пенсионеры. Поэтому вопрос, кто больше приносит пользы Республике Польша, тут уже, как бы, сильно под вопросиком. Поэтому рекомендую пользоваться Uber, Bolt, вот этими приложениями. Сейчас Uber запускает видеорегистратор, там, в общем, верификацию этого регистратора в автомобиле. Также Bolt сделал запись разговоров. Вот, камон, 2024 год на дворе. Пользуйтесь приложениями, отправляйте Гео. Если вы боитесь, например, ехать с мужчиной. Если вы женщина, заказывайте Woman for Woman. Да, вам придется немножко дольше подождать, но, тем не менее, у вас будет все нормально, в порядке, и вы, как бы, доедете еще и с девушкой в автомобиле. И уж явно не вот с вот таким вот... Распространите это видео среди тех, кто едет в Польшу или куда-то в Европу, чтобы они не ехали сюда с розовыми очечками, про то, что здесь все хорошо, здесь никто никого не обманывает, здесь, типа... Здесь, типа, не Украина. На самом деле, тут особо ничем не отличается в этом плане. Есть свои же банды, свои терки, свои рамсы и тому подобное. Поэтому будьте аккуратны. Всем пока.